МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу. Студия телеканала Север Ольга Руссул. Здравствуйте в этом выпуске. Межведомственная комиссия обследовала температурный режим в трех образовательных учреждениях Наринмара. Летом здесь проведут соответствующий ремонт. На очередном заседании штаба по коронавирусу принято решение послабления ограничений при регистрации браков в ЗАГСе. Теперь на торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать до 10 человек. Блины пустозерские с олениной и грибами. Масленичная неделя продолжается. Какими оригинальными рецептами удивляют местные повара, расскажем в этом выпуске. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе по информации регионального управления Роспотребнадзора за прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 2 жителя города Наринмара. На лечении под наблюдением медиков с диагнозом COVID-19, подтвержденным не только результатами ПЦР-тестирования, но и другими методами находятся 44 пациента. Из них в стационаре получают лечение 16 человек. Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Амбулаторно лечится 28 человек. Еще более 300 человек состоят на учете в управлении Роспотребнадзора. Лекарственных средств достаточно, запас рассчитан на 5 месяцев. Как отмечают представители контролирующего органа, выявление заболевания зависит от количества проведения ПЦР-тестов. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. Пост эпид-контроля в аэропорту города Нарьенмара снят. Мы на прошлой неделе сняли пост в аэропорту. И это был запрос от жителей, поскольку они просто уже измучились от этого контроля в аэропорту. Мы его сняли. Скажите, пожалуйста, это как-то повлияло на эпидемиологическую ситуацию? Пока говорили о том, как отреагировала наша эпид-ситуация на снятие пасторана, то есть мы можем об этом говорить дней через 10-14. На очередном заседании штаба по коронавирусу принято решение о послаблении ограничений при регистрации браков в ЗАГСе. Теперь на торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать до 10 человек, а не только брачующийся и регистратор. Что касается ограничений, связанных с посещением ресторанов и кафе, то они остались в силе. Посещать заведения можно только до 23 часов. В округе продолжается массовая вакцинация населения, в том числе в сельских поселениях. Уже сделали прививкой более 2,5 тысяч человек или более 5,5% населения округа. По информации профильного департамента, вакцина в наличии для прививающихся есть. Это более 800 доз. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Нарьинмаре-Заполярном районе можно через портал госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. В ходе рабочей встречи губернатор Ненецкого округа и представители компании «Русхимгаз» обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта по строительству газохимического комплекса. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Инвестиционный проект по строительству газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского месторождения нацелен на долгосрочную перспективу. Первый этап будет длиться вплоть до 2027 года, второй – до 2038, а третий начнётся в 2039 году. За реализацию проекта отвечает группа компаний «Русхимг». Но трудовые ресурсы будут привлекаться из нашего региона. В будущем, когда зайдут сюда большие строительные компании, до 15 тысяч человек мы ожидаем в пик строительства на всех наших подпроектах, конечно, мы были бы заинтересованы в том, что регион бы нам снабдил нас трудовыми ресурсами, рабочими ресурсами. Мы в ходе нашей встречи договорились, что мы сформируем перечень рабочих специальностей, которые будут наиболее востребованы в период строительства. Располагаться завод будет в посёлке Индиго. Само месторождение будет находиться в 290 километров от населённого пункта. При строительстве газопровода будут затронуты территории семейно-родовых общин и некоторых хозяйств. По завершению прокладки земли вернут. Также представители «Русхим» заявили, что пойдут навстречу местному населению и компенсируют их потери от строительства. Большое внимание также уделено и экологии. И мы будем проходить промышленную, экспертизу промышленной безопасности, независимую экологическую, экспертизу, конечно, главу с экспертизой. И все те вопросы, которые вы обозначили, касающиеся сохранения уникальной природы, вопросы экологии, найдут полное отражение в той проектной документации, которая будет разрабатываться. Этот проект важен для развития округа, так как помимо образования новых рабочих мест, на встрече подняли вопрос о газификации поселков. Представители компании ответили, что рассмотрят возможность проведения газа до Индиги и Нельминоноса. Также хотелось бы отметить и экономическую привлекательность инвестиционного проекта. Для нас очень важно, что этот проект дает нашим жителям. Понятно, что для округа это налоги, это налоговое поступление. И ровно этот вопрос я адресовал представительной делегации Росхима, на что получил ответы. Что да, компания будет зарегистрироваться у нас, налоги будут поступать, в том числе и в наш бюджет. Уникальность проекта состоит в том, что в нем будет полный цикл. От разработки и добычи природного топлива, транспортировки и производства готовой продукции до доставки потребителям. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Меры поддержки усыновителя обсудили в собрании депутатов Ненецкого округа. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комиссии регионального парламента по социальной политике. Поводом для его разработки стало обращение родителей-усыновителей к спикеру регионального парламента Александру Лутовинову с предложением исключить целевой характер предоставления единовременного денежного пособия, которое выплачивается при усыновлении детей. В настоящее время выплата с учетом индексации составляет порядка 539 тысяч рублей и выплачивается поэтапно в течение нескольких лет после усыновления ребенка. При этом средства пособия, выплачиваемые по истечении первого и второго года, имеют целевой характер и могут быть направлены усыновителям на определенные цели. Проект закона с учетом изменений, исключение целевого назначения выплаты денежного пособия будет рассмотрен на предстоящей сессии в региональном парламенте 18 марта в первом чтении. При этом председатель постоянной комиссии Анна Булатова отметила, что между первым и вторым чтением депутаты рассмотрят возможность выплаты единовременного пособия без разбивки суммы по годам. Такая практика существует в других регионах. Например, в Псковской области бесцелевой характер выплаты действует с 2012 года. С учетом этого предложения депутаты рекомендовали администрации округа представить финансово-экономическое обоснование расходов на эти цели. Накануне в день рождения столицы Ненецкого автономного округа в торжественной обстановке паспорта граждан Российской Федерации вручили 15 горожанам, достигшим 14 лет. Церемония вручения паспортов прошла в рамках всероссийской акции «Мы граждане России». Чтобы событие для 14-летних подростков было запоминающимся, документы, удостоверяющие личность, традиционно вручают представители государственной власти, дающие напутствие юным гражданам в их теперь уже почти взрослой жизни. Получение такого важного документа, как паспорт, оно уже ко многому обязывает. С одной стороны права, с другой стороны наступает большая серьезная ответственность. Воспользоваться многими гражданскими правами дети смогут лишь с 16 лет или с наступлением совершеннолетия. Но вот получить легальную работу с заключением трудового договора можно уже в 14-летнем возрасте. Правда, тут не обойтись без согласия как минимум одного из родителей. А работа может быть только легкой, не должна мешать учебе и наносить вред здоровью. Рабочее время не должно превышать 24 часов в неделю. С правом работать связано другое право 14-летних – самостоятельно распоряжаться заработанным. Вместе с правами приходит и ответственность, например, за уголовные преступления. Случись что, придется отвечать по полной программе. С 14 лет наступает ответственность за целый ряд серьезных преступлений против личности. Ну а с 16 лет наступает ответственность и по всем остальным статьям Уголовного кодекса. Надо признать, что это логично. Права всегда существуют только в комплекте с обязанностями. Появилась теперь у 14-летних еще одна ответственность – беречь свой паспорт. Ведь паспорт знаменует начало самостоятельности, паспорт знаменует начало новой взрослой жизни. Но также паспорт является эталоном некоторых ваших личностных характеристик. Ведь по тому, как вы будете относиться к паспорту, можно с полной верностью судить о том, как вы относитесь к окружающим, к родным, близким, к родителям. Паспорт является основным документом гражданина Российской Федерации, который удостоверяет личность, и его надо бережно хранить и использовать по назначению. За утерю паспорта или его порчу может наступить административная ответственность. Нельзя также забывать о своевременной замене паспорта в 20 и в 45 лет. Впрочем, это дело будущего. Жизнь только начинается. Впереди у вас огромное будущее. Будущее страны в ваших руках. Для тех, кто только приближается к своему 14-летию и будет впервые получать паспорт, а также родителям подростков, будет полезным узнать, что при получении документа впервые необходимо соблюсти несколько правил. Как только ребенку исполнится 14 лет, родители обязаны собрать требуемые документы и подать их в миграционную службу. На это дается ровно 30 дней. Если ребенок не получил паспорт в 14 лет, то на родителей будет наложен штраф за просрочку. Когда ребенок получает документ впервые, требуется обязательно подтверждение гражданства. Для этого миграционная служба просит предоставить определенный перечень документов. Но обратиться можно не только туда. Сегодня граждане могут получить документ через сайт госуслуг и через МФЦ. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. В отделении социальной защиты населения продолжается прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский лагерь «Лазуревый берег», расположенный в городе Геленджик. Воспользоваться правом на получение бесплатных путевок могут семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении в возрасте от 7 до 16 лет. Для этого необходимо написать заявление и предоставить ряд документов. К заявлению необходимо предоставить паспорт заявителя, то есть родителя или опекуна-попечителя, кто подает заявление, документ самого ребеночка, который у нас поедет отдыхать. До 14 лет это свидетельство рождения, после 14 лет это паспорт. Справочку о составе семьи или выписку из домовой книги, если это у нас частный сектор идет. И дальше документы о доходах. О доходах нужно за предшествующие три месяца к месяцу подачи заявления. То есть если в марте к нам сейчас будут граждане заявляться, нужны будут доходы за декабрь 2020 года, январь и февраль 2021 года. Всего в рамках летней оздоровительной кампании по данным путевкам планируется отправить на отдых 220 детей в две смены. Первый заезд с 24 июня по 15 июля, второй с 15 июля по 5 августа. Напомню, подать заявление на предоставление бесплатных путевок для детей в отделение социальной защиты населения или в многофункциональный центр, мои документы, можно до 1 апреля. На оперативном совещании с руководителями профильных департаментов глава региона вернулся к проблеме температурного режима в образовательных учреждениях Нарьинмара. В ряде из них во время серьезных морозов было очень холодно, в частности в социально-гуманитарном колледже и 4-й городской школе, где губернатор побывал в начале марта лично. И поводом послужило обращение одной из школьниц, которая пожаловалась на низкую температуру у аудитории. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоит ситуация с температурой в школах, в нормальных ли условиях занимаются школьники и как вы эту ситуацию контролируете? У нас создана межъедомственная группа, в которую вошли представители нашего департамента образования, департамента строительства, ЦСЗ и ресурсоснабжающих организаций. Мы проводим работу по тепловизионному обследованию зданий, также проверка работоспособности системы топления. По результатам работы составляются акты тепловизионного обследования и в указанных в акте планируются ремонтные работы на правильность сохранения теплового режима зданий в образовательных учреждениях. По словам Антона Пустовалова, проверки температурного режима проведены в трех образовательных учреждениях города Нарьинмара. На лето мы уже в рамках работы комиссии смотрим те проблемы, которые были в этом году увидели по кабинетам и по самим учреждениям и будем планировать ремонты так, чтобы учреждения были готовы к сентябрю следующего года. Глава региона также указал ответственным за образование в округе лицам контролировать ситуацию лично, предупреждать возникающие проблемы вместе с директорами образовательных учреждений, а не узнавать о их последствиях от учащихся. Мне кажется, это не совсем правильно. Эта информация должна вовремя до вас доходить от администрации школы и должны приниматься меры незамедлительно. Конечно, когда мы были с вами вместе в четвертой школе, то ребята в аудитории сидели уже в футболках и температура была более чем комфортная. Но сам факт, что ее нужно контролировать именно администрации школы и быстро принимать меры, все это должно у вас на контроле находиться. Последняя остановка в Шойне. Глава администрации Заполярного района, руководитель муниципального предприятия «Севержилкомсервис», специалисты в сфере ЖКХ района «Седьмой день в пути на запад». В это время года такие поездки для представителей районной администрации и служб осуществляются регулярно. Из Наринмара на двух треколах команда специалистов отправилась на запад округа. По пути следования им предстоит посетить 16 населенных пунктов вплоть до Шойны, проверить все объекты жизнеобеспечения в поселениях, а также социальные учреждения, школы, детские сады, здравпункты. Встретиться с главами муниципальных образований и населением. Восемь из них на сегодня уже прошли. Сейчас они находятся между... из Омы вышли в пёшу через СНОПУ. Везде посещают объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальные объекты, потому что в составе этой делегации есть наш специалист, который занимается очень плотно подготовкой паспортов готовности. Поэтому там очень много вопросов и нюансов по объектам здравоохранения и образования, поэтому он также встречается с руководителями этих учреждений. Вопросы в основном задаются в части социального развития поселений, в части подключения населения к централизованным тепловым сетям. По результатам поездки будут приняты соответствующие решения. Тем временем Заполярный район готовится к проведению опережающего Северного завоза. Уже 19 марта будут подведены итоги электронного аукциона, объявленного Севержилкомсервисом, и станет известен подрядчик. Муниципальные предприятия Заполярного района ежегодно закупают уголь, дрова и ГСМ для обеспечения сельских жителей и организаций энергоресурсами. Как и в 2020 году, в один лот объединены поставка и перевозка нефтепродуктов, каменного угля и дров. Всего в 2021 году в рамках опережающего завоза топлива Севержилкомсервис планирует закупить 11 тысяч тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн каменного угля и более 8 тысяч кубометров дров. Начальная цена контракта – 1 миллиард 300 миллионов рублей. Что касается каменного угля, на качество которого жаловались в ряде населенных пунктов в эту зиму, то предприятие намерено закупить в 2021 году обогащенный уголь марки «Д», который поставляется в сельские населенные пункты Заполярного района в 2019 году. Кружевные, заварные, с начинками и без. Рецептов приготовления блинов огромное множество. И за 7 дней масленичной недели можно успеть приготовить какие только душе угодно. О блинчиках с начинками из северной кухни смотрите в нашем следующем сюжете. Масленица – один из самых любимых праздников как для детей, так и для взрослых. Это веселые народные гуляния с проводами суровой зимы и обязательным атрибутом – блинами, начинки для которых могут быть самыми разнообразными. От классических сметаны и масла до необычных, которые вы вряд ли попробуете в другом регионе. Масленичная неделя в самом разгаре, а это значит, что пора разнообразить меню и попробовать блинчики с необычной начинкой, например, с паштетами с корюшки. Ежегодный фестиваль корюшки в Индике сделал эту рыбку заметно популярной среди населения и нариенмарских рестораторов. Вот и один из самых популярных заведений нариенмара – фрегат в Пустозерске – нашел, чем удивить посетителей. Корюшка у нас с Индиги этого сезона. То есть вот сейчас прям идет сезон корюшки, корюшки, корюшки. Ну, с лососьм, солениной, с грибами, понятно, тоже классика берут. Очень пользуются популярностью в связи с тем, что и был фестиваль корюшки проходил тоже у нас в городе. То есть гостям очень нравится. Рецептов приготовления блинов очень много и у каждой хозяйки они получаются по-своему особенными. Впереди еще три дня масленицы, а это значит, что у тех, кто соблюдает Великий пост, еще есть время насладиться этим старинным и сытным блюдом. Александр Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...